Привет вам дорогие наши подписчики и гости нашего семейного канала. Наконец-то у нас налаживается наша весенняя погода. Завтра уже будет 1 мая. Становится у нас уже теплее, жарче, приятней. А я хотел просто поделиться с вами сегодня одной историей. И это все, наверное, можно так сказать о ценах. Разговор будет о ценах, которые сейчас в Канаде. Насколько цены изменились за некоторое время. За последние десятки лет в Канаде. Насколько байкеров, индусы какие-то в своих челмах. Итак, я просто буквально недавно на днях ехал в лифту и встретил нашего соседа в доме. Дедушка, ну и он также по совместительству и управляющий нашего дома. Ему 70 лет, буквально недавно отпраздновал 70 лет. И он как раз заходит в лифт и везет тачку с продуктами. Закупился и говорит, ты видишь, смотри, тачка, достаточно много он взял, но не совсем, чтобы, может быть, там, полные. И говорит, за все это я заплатил 360 долларов. Говорит, а когда я был в мои времена, это где-то, когда мне было, говорит, лет 30, это было где-то, наверное, в 70-е годы. Я нагружал полную тачку сверху, и все это стоило где-то 100 баксов. Все смотрели, говорит, на меня, вау, сколько ты продукта набираешь. Вот, и сейчас, говорит, тоже много набрал, но разница какая, говорит, 300, почти 400 долларов. Говорит, в мои времена я мог пойти покушать кафешку, взять, ну, такое, как мясо, как под бургер, как в Макдональдсе ложит, такой круглый, такие, большой кусок, говорит, салат ему, кофе. И плюс еще, еще не какой-то десерт, и все это стоило 75 центов мне. Зарплаты, конечно, были тоже другие, поменьше, но в любом случае люди, как по его словам, и как могли, ну, и мы уже, кто немного уже пожил здесь, могли позволить себе больше, в плане продуктов особенно. Так что, вот вы видите, насколько все подорожало за, вот, если этого взять примерно где-то 40 лет, насколько все изменилось, все настолько стало очень дорого, и все дальше и дальше дорожало. Ну, вместе с тем есть один момент, который я заметил, мы уже 4 года вообще живем в Канаде. Два момента, две вещи, которые бросились нам в глаза, которые, два продукта, которые не подорожали за это время, что мы здесь живем, за эти 4 года. Это цена на бананы. Цена на бананы не изменилась с нашего приезда. Она как стоила, как стоила, как была цена, скажем так, за фунт бананов 77 центов, так и она по сегодняшний день такая же. Круглый год, одна и та же цена 77 центов за фунт бананов. Она, может быть, варьируется в разных магазинах, там может быть 79, там может быть даже 66, 70, ну, такое. Но средняя цена в основном вот такая, 77 центов. Самая дешевая, мы покупаем бананы. Это в Коско, у нас это, по-моему, самая дешевая цена в них. И всегда они, конечно, сразу же готовы, чтобы их кушать. Часто бывают зеленые, но в любом случае цена очень приемлемая. И, в принципе, наверное, опять же связано с тем же Коско. Еще один продукт, который не изменился, это хот-дог, который продается в Коско. И плюс к нему любой напиток, там, пепси-кола или лимонад, либо еще какой-то другой. Доллар 50, доллар 50 за это все, ну и плюс небольшой налог, такс. То есть это будет, в общем, это доллар 70. Этот хот-дог стоит до сих пор доллар 50. Вообще, он, по-моему, насколько я знаю, Коско не менял цену на хот-дог уже порядка 27 лет. То есть она остается, несмотря на все эти изменения, инфляцию остается той же. И при этом же этот хот-дог не просто, как обычный хот-дог, не просто такая, какая-то тоненькая сосисочка. А там, они туда ложат такую достаточно большую, толстую, польскую сосиску. Она, ну, как-то и побольше, и сочнее, и вкуснее для меня. То есть и они держат вот эту цену. И напиток, насколько кто знает, здесь живешь у Коско, а напиток, когда ты берешь, они дают стаканчик просто. А ты можешь съев эту сосиску и наполнять этот стаканчик сколько тебе угодно этими напитками. То есть это называется здесь refill. То есть выпил, подошел, еще взял, взял, сколько тебе влезет. Плюс к хот-догу там, конечно же, ты можешь добавить и разные там кетчуп, и лучок, и огурчик и так дальше. Ну, это уже все детали. Вот такая короткая информация сегодня о ценах в Канаде, как они изменились. И о продуктах, на которые цена остается до сих пор стабильной. Все на сегодня. Желаю вам хорошего настроения. Хорошей недели рабочей. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...